Набираем 1000 лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Если вы любите, ребята, супергероев и различные вселенные, заглядывайте также на мой второй канал, его название Фандом Лига, ссылочка есть в закрепленном комментарии, там мы проходим различные игры, собираем модель железного человека в реальной жизни и в общем будет в дальнейшем еще много всего интересного, так что заглядывайте, подписывайтесь, всем буду рад, ну а мы, ребята, продолжаем. Мы в прошлой серии подписали Поля Погба, он сразу же помог нашей команде выиграть первый матч чемпионата, и сегодня в серии, я думаю, у нас будет пара-тройка симуляций, мы также узнали соперников по групповой стадии Лиги Чемпионов, и давайте сейчас взглянем на группы. Как и всегда, здесь нет некоторых команд, которые участвуют в Лиге Чемпионов, поэтому FIFA, как обычно, золотала дыры кем попала, ну в общем смотрим, группа А, Бавария, Атлетика, Мадрид, Зальцбург и Локомотив, группа Б, Мадридский Реал, Шахтер, Интер, Барусь, Семенхен, Гладбах, группа С, Порто, Манчестер-Сити, Олимпиакос и Марсель, наш соперник по чемпионату, группа Д, Ливерпуль, Аякса, Талант и Митиланд, группа Е, Севилья, Челси, Рен и Пакош, Ферейра, группа Ф, Баруси, Дортмунд, Лацо, Брюги и Варбергс, Бойс, и я честно не знаю, что это за клуб, скорее всего, это как раз вот и латание дыр, группа G, Ювентус, Барселона, Киевская Динамо и Тирол, группа H, как раз таки наша группа, завершающая ПСЖ, Манчестер, Юнайтед, РБ Лейпциг и Башик Шахир, несколько команд, которые уже так или иначе связаны с другими нашими карьерами, в Лейпциге играл наш футболист в карьере игрока, Манчестер, Юнайтед у нас так есть на канале, ну и в общем будет интересно посмотреть и Поль Погба встретится со своей бывшей командой. Ну а сейчас у нас игра против креветок, ребята, они идут на девятом месте, этот матч мы симулируем, смотрим как будет проходить игра, составы можно было быстренько увидеть, ну и собственно победа 3-1, Ди Мария, Тео Эрнандес и Маркиниас забивают. Трансферное окно продолжает быть открытым, как мы видим, Мартинос присоединился к Манчестер Сити. Как мы видим, всего лишь 4 клуба пока что имеют в своем активе по 6 очков, это первые 4 места как раз таки и наша команда среди них. Ну и сейчас мы играем с Астратбургом, которые идут на 4-й строчке позади нас, у них так же как и у нас 2 матча 2 победы. Давайте взглянем тогда на наши стартовые составы, посмотрим в какой форме находятся игроки, в принципе все нормально и ребята давайте начинать. Что касается еще наших трансферов, многие ребята продолжают писать свои предложения в комментариях, но пока я думаю мы остановимся на покупках, у нас есть еще деньги, мы если что подождем до зимнего трансферного окна, а там возможно еще поменяем кого-то в составе, ну или может быть купим топ-звезду в наш состав, посмотрим. Многие-многие пишут о Роналду, о Месси, кто-то пишет про Паулу Дибалу. Так или иначе, ПСЖ это та команда, у которой есть деньги и к ней в новостях можно привязать любого футболиста, задать интерес и в общем не факт, что это будет правдой. Полем Погба действительно интересуется ПСЖ, об этом очень много новостей, но опять-таки не факт, что они смогут его купить и он перейдет в ПСЖ. Составы ребята мы уже видели, но нам еще раз показывают расстановочку. Сегодня вместо Поля Погба выходит Вейналду, ну и три его нападения Ангель Димария, Мбаппе и Неймар. Вот единственное, наверное, может быть я сменщика Димарии бы прикупил и не всегда-не всегда он здорово выходит на поле. Да, у нас есть Хакими, который считается в этой ФИФЕ правым ПП, но мне его нравится больше использовать как правого защитника. Передача, удар по воротам и по-моему Димарии это в офсайде был, да, так и есть. Вообще изначально делал пас в центр, но, к сожалению, передача не прошла. Качнул соперника, сделал пас на Неймара, Неймар в атаке, можно отсюда бить в дальний. И первый угловой. Верати, пас на дальнюю штангу. Можно бить, удар кимпэмбэй, его снова блокируют. И пока соперник просто отбивается. Это Мбаппе, неплохо, и вот сейчас передача на Неймара. Неймар смещается к центру, Неймар бьет и снова пас заблокирован и удар заблокирован. Это Эрнандес, его подача. И мяч не оказывается в воротах. Ну, казалось бы, Мбаппе там сделал все для того, чтобы забить. Но не попал в створ. Он не попал с метра в пустые ворота. Ну, а вот сейчас Мбаппе. Надо бить и забивать. Удар по воротам есть, добивание будет, не успевает Верати. Ну, пока игра полностью под нашим контролем. И снова на отбой играет соперник Вейналдум. Мяч в руках галкипера. Нам пора забивать, ребята. Я знаю, чем все это может закончиться, если мы не забьем. Это может закончиться единственной контратакой соперника. Успел Маркиния. Сну же. Снова на отбой. Снова на отбой сыграл соперник. Я уже, честно скажу, не знаю, как им нужно забить. Неймар берет разбег, бьет по воротам. Слабовато. Но мяч летел в девятку, но успел подбежать галкипер. Первый тайм получился очень бодрым на моменты. Но, к сожалению, пока наша команда забить не смогла. И соперник просто всем составом сидел у своих ворот. Ну, посмотрим, что будет уже во втором тайме. Нам нужно быть тоже внимательными. Но пока, видите, у них даже особо атаки не получаются. Опасная передача. Серхио Рамы с молодцом. Подача в штрафную. И штанга. Вот он опаснейший момент. Соперник у нас Мауру Икарди выходит. Вместо Мбаппе. Хорошая передача во фланг. Надо забивать. Удар по воротам есть. И гол ребята тоже. Ну, наконец-таки Анхель Ди Мария. Остался на правом фланге. Совершенно один. Получил передачу и выводит ПСЖ вперед. Но нужно здесь было забивать. Потому как уже очень много моментов мы создали у ворот соперника. А забить никак не выходило. Вейналдум признали лучшим игроком этого матча. Если честно, не знаю. По каким критериям. Но в итоге звучит финальный свисток. Ребята, непростая минимальная победа 1-0. Пока не сыгран наш состав. Игра немножко где-то выглядит блеклой. Немножко не получается реализовывать моменты. Но победы есть победы, ребята. И, как говорится, будут помнить результат. Так что пока мы набираем 3 победы из 3 в чемпионате. И движемся дальше. Матч был равным. Но вы выиграли, забив гол в втором тайме. Как вы думаете, что помогло вам сегодня выиграть? Мне кажется, мы наиграли на победу. Мы создали достаточно моментов. И счет мог бы быть и больше. Как вы считаете, Страсбург хорошо сыграл. С учетом небольшой разницы в счете. Если честно, не очень. Мы сегодня сами на себя были не похожи. Жюльбер сегодня был одним из лучших. В составе соперника было трудно пробиваться сквозь оборону Страсбурга. Мы играли в свою игру. Мы верили в свои силы. Жюльбер сыграл хорошо. Но каких-то особых планов по его поводу у нас не было. У нас, ребята, было предложение по Марко Вератти. От Тоттенхэма, но его я не рассматривал. И сейчас у нас игра против Реймса, которые идут на 17 месте. Поэтому этот матч мы тоже симулируем. И смотрим, как завершилась игра. Это выездная встреча. Пока что три команды идут с девятью очками. Польпок, Байанхель, Ди Мария забивают. Мы вышли в лидеры. 12 очков после четырех матчей. У Ниццы и Лиля по 10 очков. Марсель с девятью очками. И игрой в запасе еще четвертыми идут. Так что они могут еще сравняться с нами. Ну и смотрим, что здесь у нас дисквалификация. Тео Эрнандес был дисквалифицирован за слишком большое количество желтых карточек. Так, так, так. Здесь у нас Хакими. Ты можешь стать лучше. Он переживает по поводу того, что мы переводим его на новую позицию. Но он как раз тренируется на правого защитника. Как мы видим, ребята, Марсель обыграли своих соперников. Они сравнялись с нами по очкам. И сейчас мы играем против Монпельер. Они играют дома. Точнее, мы играем дома. Они приехали к нам домой. И, собственно, ребята, поехали. Пока мы скромненько обыгрываем своих соперников. Но я, ребята, думаю, как только Тонус придет в нормальное состояние, игра нашей команды улучшится. Потому что сейчас есть такие, знаете, какие-то погрешности. Иногда в передачах. В принятии мяча. Но потихоньку, после закрытия трансферного окна, Тонус начал подниматься. Мы уже почти что его привели в среднее такое положение. Вышли из прямого красного владения. И, ребята, поехали. Неймар. Передача на Мбаппе. Марко Верати набирает скорость. Снова Мбаппе. Его выстрел по воротам. Классно, Хакими. Выгрызает мяч. Можно простреливать на Мбаппе. И 1-0. Ну вот здесь соперник просто привез себе момент. Шикарно действовал Хакими. И Мбаппе передает всем тем, кто болеет за Монпелье, чтобы они не плакали и не расстраивались. Ну вот здесь жалко не показали, как Хакими выгрыз мяч. Но Мбаппе молодец. Прямо из-под защитника ударил. Это, ребята, 1-0. Одиннадцатая минута. Но не стоит сейчас сильно праздновать. Этот гол, можно сказать, это была такая некая случайность, потому что соперник сам допустил ошибку. Марко Вератти. Снова передача на Хакими. Вератти с мячом. Можно пробить. Ну а здесь игра рукой. И это пенальти. Хакими пытался подать штрафную, но в итоге защитник сыграл рукой. Это шанс для дубля Мбаппе. Удар по воротам. Мяч выскакивает из створа. Досадно. У нас 25 минут позади. Пока что по-прежнему счет 1-0. Но соперник неплох. Довольно активно они действуют как в отборе, так и в атаках. Еще один момент. Ну вот замечаю, что у наших парней очень часто передачи проскакивают куда-то вообще мимо. Но в сотый раз повторюсь, пока тонус у нас не дойдет до зеленой отметки. С передачами будут проблемы. С мячом Мбаппе. Видит забегание поля Погба. Тот бьет по воротам. Тащит вратарь. И защита пока играет на вынос. По ощущениям этот матч складывается так, будто знаете, какой-то оголенный провод. В любой момент соперник, мне кажется, может забить. Кто играет в ФИФУ, у того наверняка есть такие чувства в матчах, когда вот-вот соперник может либо сравняться, либо просто забить. Это Ангель Демария. Удар в дальний. Штанга. Да сколько можно. И посмотрите, какие передачи проходят у соперника. У нас, кажется, Маркинис просто не может сделать пас. А у соперника получается все. И только Донарума спасает в этом эпизоде. И то потому, что удар получился не очень сильным. И можно попробовать контратаку. Есть еще минутка. Я думаю, арбитр не свистнет, даже если мы подойдем к штрафной сопернике. Это Неймар. Неймар здорово разобрался. Рикошет, и мяч проскакивает мимо. Но это просто не везение. Мне кажется, игра такая довольно нервная за счет того, что мы как раз собрали такой перебущенный составчик. Много звезд, много топовых, дорогих футболистов. Это Мбаппе, это Поль Погбан. Передержал. Передержал я здесь с ударом. Ну и пока нет возможности как следует приложиться. Нужен Неймар! Добить пустые! И здесь не выпадает Димария. Ну я не знаю уже, ребята, мы делаем все. Все для того, чтобы забить. А мяч ни в какую не идет в ворота. Это Марко Вератти набирает сейчас скорость. Здорово, Мбаппе! Можно на ложном замахе удар в дальний. И там снова просто защитники с вратарем перекрывают все ворота. Неймар, Мбаппе все там ближе к штрафной и к центру. Удар по воротам и здесь. Мяч попадает в защитника. Подача Неймара. Ну же, Серхио Рамас! Кимпэмбэ! Мяч в воротах! Ну вот так вот, ребята! Не может нападение, забьет защиту и Кимпэмбэ просто вбивает мяч в ворота. И счет становится 2-0. Наконец-таки это все, что я могу сказать. Додавили соперника и здесь Кимпэмбэ просто продавливал. Это 2-0. На 73-й минуте наконец-таки получилось забить больше одного. но каков соперник? Они просто готовы были ложиться у ворота, чтобы только не получить еще. Неплохо! Ну же, Мбаппе! И мяч снова пролетает рядом. Это Мбаппе. Попытка для контратаки. Вейналдум играет на фланг. Ангель Димария снова Вейналдум и третий. Ну вот так вот, ребята. Три все-таки получилось у нас забить. И свеженький Вейналдум организовал атаку и сам ее завершил. Перевел на Димарию. Здесь появился коридорчик. Оставили Вейналдум и тот от души бахнул в угол. Это его первый гол в чемпионате. И ребята 3-0. Наконец-таки разгромная победа. Но в первом тайме соперник заставил нас понервничать. У нас пресс-конференция перед первым матчем группового этапа Лиги Чемпионов с Башик Шахиром. Будет трудно. Участвует много хороших команд. Однако уверенность очень важна. Лига Чемпионов сложный турнир. Способна ли ваша команда его выиграть? Этот клуб про титулы. Каждый сезон у нас есть конкретные задачи и мы хотим поднимать трофеи и не только бороться за них. Мы будем все делать ради победы. У вас начинается Лига Чемпионов. Сможете победить в первой игре? Мы ждали этого матча. Это возможность содержать первую победу и игроки ждут ее с нетерпением. Вы только что провели тяжелый матч в чемпионате и вас ждет игра с Башик Шахиром. С учетом тяжелого графика вы планируете ротацию в составе? Все игроки в клубе важны. Всегда будут игроки, которые получают меньше игрового времени, но это не значит, что они хуже тренируются. Они будут играть, когда будет возможность. Пока наша команда в хорошем состоянии, я имею в виду физическом, и ребята, вот так вот выглядят стартовые составы. Мы отправляемся в гости к Башик Шахиру и ребята поехали. Я очень надеюсь, друзья, что сейчас Башик Шахир не будет сидеть в своих воротах, как это делал Монпельер и все равно в итоге проиграл 3-0. Хочется такой интересной и обоюдоострой игры. Все-таки это Лига Чемпионов, здесь групповой этап и здесь важно набрать как можно больше очков. Здесь не так важны голы, как именно взятые очки в шести матчах. У нас сегодня самый боевой состав. Эрнандес сегодня выходит с первых минут. Хакими справа. Ким Пембе и Рамос в центре обороны. Над ними Маркиния, Споль Погбави, Ратти. Ну и тройка нападения Мбаппе, Наймары, Анхельди, Марии. Гимн, ребята, прозвучал и мы начинаем. Башакшахир с центра в поле разводит мяч. Мы тут же пытаемся активно пойти в атаку. Поль Погбави. Хороший отбор. Сразу же, ребята, пытаемся обыграть соперника. Это Мбаппе. Попытка удара в дальний не прошло. Анхельди, Мария. Раскачивает соперника передача. Поль Погба, удар в дальний. Нет, здесь успел вратарь. И снова Тео Эрнандес. Вератти! Вот это пушка! Малыш Вератти! Расчехлил и забил. Восьмая минута. Ну вот здесь, ребята, уже какая-то движуха в нашей команды пошла. Уже очень здорово начали комбинировать. Я бы отметил пару передач Тео Эрнандесу. Ну и здесь Вератти шлепнул. Так что ни защитник, ни вратарь спасти не смогли. Первый гол ПСЖ в Лиге Чемпионов. Его забивает Марко Вератти. И мы продолжаем. Вератти, кстати говоря, очень хорош. Он как в скорости, так и в передачах, в прессинге, в отборе очень здорово себя показывает. Ну и вот о чем я и говорю. Вератти шикарный отбор. Рядом есть Поль Погба. Передача в центр. Погба с мячом. Пытался пробить, но соперник в итоге выиграл мяч. Поль Погба. Он смотрит, где партнеры. Можно подавать штрафную. Подача есть. Ангель Димария 2-0. Это, ребята, Димария 22-ая минута. И пока мы не выпускаем хозяев с их половины поля. Ну и вот казалось бы, да, мы накупили футболистов. У нас есть Неймар Мбаппе. Все чаще забивает Ангель Димария. Мбаппе. Он ждет сбегания Марка Вератти. Хорошая передача Вератти. Чуть-чуть не добрался до мяча. Вот здесь, может быть, немножко скорости не хватило. А так арбитр указывает на точку. Первый отбор Ким ПМБ в штрафной. И арбитр назначает пенальти, уже переигранное в первом тайме время. Ну, смотрим, что здесь было. Выжидает Ким ПМБ. Ну, и да, выбивает мяч сначала ногу, а потом мяч. Раскидывает по углам Донаруму. Башик Шахир один гол отыгрывает под занавес первого тайма. И у нас ребята 2-1. Жулиана забивает. Хорошо нам знакомый по своему выступлению в чемпионате России. Ну, и ребят, надо подсобраться. 2-1 довольно скользкий результат для второго тайма. Манчестер, Юнайтед и Лейпциг пока что играют ничью 1-1. Они играют в гостях у МЮ. Башик Шахир после забитого гола как-то смог подсобраться. Так что нам, ребята, нужно действовать очень аккуратно и внимательно. А сейчас Ангель Димария по правому флангу набирает скорость. Он ждет там Мбаппе. Передача в центр. Поль Погба точно так же. Но арбитр молчит. Мбаппе удар и вынимай. Вынимай третий. Мы додавили соперника и Мбаппе забивает гол. Но мне честно показалось, что поле Погба сбивали с нарушением правил. Но арбитра другое мнение. Выходит Донорума и пропускает. Но честно скажу, ребят, не знаю, пока Донорума меня не впечатляет точно так же, как и Дехея. Казалось бы, дорогущие футболисты топ-голкиперы. Но в Фифе они пропускают очень интересные голы. Вот на таких выходах тот же Хендерсон из Ливерпуля делал гораздо больше. Жулиан оформляет дубль. И вот таким вот жарким получается у нас первый матч группового этапа Лиги Чемпионов. Играть еще 15 минут. Прессингуем сейчас соперника. Пытаемся заставить их ошибиться. Ну а в итоге вот такая вот атака Шадли пытался на ложном замахе убрать здесь Хакими. Не получилось. Звучит, друзья, финальный свисток. Это первая победа в групповой стадии Лиги Чемпионов. 3-2 Башик Шакир навязывал борьбу, пользовался моментами и в итоге где-то мог даже сравняться. Надеюсь, серия вам понравилась. Поддержите ее лайком, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok